Всем привет, меня зовут Люба и я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня будет видео на очень актуальную и очень животрепляющую тему, а именно что подарить на 23 февраля своему мужчине, папе, дедушке, другу, неважно. Я собрала для вас 10 вещей, которые на мой взгляд было бы классно подарить. И надеюсь, что это видео вам понравится, будет вам полезным и вы откроете для себя что-то новое. И первая вещь, которую бы я хотела с вами поделиться, это вот такая штука, которая вроде как называется кардхолдер или что-то вроде того. В общем, это замена, альтернатива кошельку. Сейчас многие современные мужчины отказываются от кошельков, им это неудобно, таскать с собой какой-то громоздкий предмет, забивать его картами и деньгами. И очень многие стали переходить на вот такие маленькие компактные штучки, которые можно положить в карман и пойти с ней куда угодно, не брать с собой довольно-таки никаких сумок, рюкзаков и прочее. Это конкретно Тони Хиллфигер, но вы сможете практически в любом магазине найти что-то подобное, поискать в интернете и присмотреться обязательно к этому варианту. Второй вариант супер универсальный, я показывала его уже в идеях подарков на Новый год. Пауэрбэнк. Этот пауэрбэнк у нас от Xiaomi, или Xiaomi, Xiaomi. Я не знаю, как правильно произносится до сих пор, это замечательная китайская марка. Это очень актуальный подарок любому человеку, у которого есть смартфон, потому что они все вечно разряжаются. Можно купить более компактный вариант, так как это довольно-таки громоздко и тяжелое, но зато ее надолго хватает. В общем, это просто супер маст хэв 21 века. Следующий прикольный вариант подарка — это очки виртуальной реальности. Данные очки у меня — это самая такая простенькая модель VR Box. Опять же, их сейчас очень много. Суть этой штуки в том, что сюда внутрь вы вставляете свой смартфон. Неважно, практически, какой марки, как это может быть iPhone, так и Samsung, либо что-то еще. Далее вы скачиваете какое-нибудь приложение с игрой специальной, либо можно смотреть фильмы, опять же, специальные. В общем, это прикольная такая игрушка, которую может занять вашего мужчину, возможно, что ненадолго. Но, тем не менее, мне кажется, такой подарок очень-очень-очень обрадует любого мужчину, так как они все любят какие-то игрушки, так или иначе. Следующий крутой и полезный вариант подарка — это, например, выносной жесткий диск. Такая штука пригодится человеку, который много работает, который работает с каким-то большим количеством данных, человеку, у которого, в принципе, много этих данных, какие-то фотографии, видео, ему негде хранить, либо ему нужно постоянно с собой носить какую-то определенную информацию. Мне кажется, это очень удобная вещь, я сама пользуюсь постоянно, и так же. Мой Никита пользуется, так что, да, это очень универсальная такая тоже полезная вещица. Далее. Конечно же, прекрасным подарком станут хорошие наушники. Например, такие. Это JBL, я точно не знаю модель. Их фишка в том, что они беспроводные, они работают от Bluetooth-соединения. И, мне кажется, это, опять же, обрадует любого мужчину, так как наушников вообще никогда много не бывает, а тем более хорошие, профессиональные, удобные, классные наушники. Мне кажется, что нет ничего лучше. Особенно, если человек, которому вы дарите подарок, большой любитель музыки, мне кажется, он придет в восторг от такого подарка. Опять же, вариантов миллиард. Эти я показываю просто для примера. Следующий, также полезный вариант подарка, это, конечно же, фитнес-браслет. Опять же, есть очень много разных, есть дорогие, есть подешевле, есть средние. Я дарила Никите не так давно браслет, опять же, к Xiaomi. Mi Band 2 он называется. Он, опять же, с ним не расстается, все время с ним ходит. Мне нравится он тем, что у него действительно очень прикольный дизайн. Вот эта вот кнопочка сенсорная, он показывает время, он считает пульс, шаги, естественно. Но самое прикольное то, что он вибрирует каждый раз, когда вам приходит какое-то сообщение на телефон, либо кто-то звонит, либо звонит в будильник. Мне кажется, это офигительная функция. Плюс мне действительно безумно нравится дизайн конкретно этих браслетов. В своей ценовой категории я считаю, что это все-таки лучший вариант. Но, опять же, вы можете изучить внимательнее какие-то другие браслеты в интернете, и подобрать подходящие. Человеку, который ведет активный образ жизни, который следит за своим здоровьем, который, возможно, ходит в спортзал, этот подарок точно придется по вкусу. Очень неплохим подарком могут стать запонки. Понятное дело, что, конечно, сейчас немногие мужчины пользуются этим аксессуаром, но можно подойти к этому творчески. Например, я вам сейчас покажу такие прикольные запонки, которые сделаны в виде голов Дарта Вейдера. Мне кажется, это очень мило, это очень прикольно. И если мужчина, которому вы преподносите подарок, носит хотя бы иногда рубашки с запонками, то такой подарок ему явно придется по вкусу, а особенно, если вы подберете что-нибудь такое прикольнее. Предпоследний вариант подарка подойдет тем мужчинам, которые укладывают как-то свои волосы, следят за ними и прочее. Можно подарить какое-нибудь хорошее средство для укладки. В данном случае это текстурирующий карандаш для волос TG Bad Hat. Это профессиональная марка, и я знаю, что она пользуется большей популярностью и спросом, и очень-очень-очень удобно ей пользоваться. Но, опять же, есть также разные профессиональные глины для волос, опять же, есть стики, есть какие-то гели, можно даже купить какой-то целый набор. Человеку, который действительно следит за этим, для которого подобные вещички являются мастхемом, будет приятно получить такой подарок. Также, кстати, есть же для, например, тех мужчин, у которых борода. Сейчас очень много разных прикольных наборов по уходу за бородой, какие-то эссенции, масло, расчесочки. Мне кажется, это тоже может стать прикольным подарком. И последний вариант, наверное, такой самый банальный, это какой-нибудь парфюм. Если вы хорошо знаете мужчину, которому хотите преподнести подарок, знаете его вкусах, то я думаю, что он будет довольным, потому что многие мужчины очень любят пользоваться разными ароматами. У меня здесь просто, я, для примера, взяла Armani Acco Di Gio, мне кажется, самый такой классический, уже банальный аромат. Но здесь я не буду даже говорить, что вы можете подыскать любой другой, потому что, само собой, вы можете подыскать что угодно. Все зависит от вкусов вашего мужчины. Здесь можно, конечно, попробовать даже рискнуть, купить что-то такое неожиданное. Либо, опять же, можно купить какой-то набор, где будет любимый аромат, и к нему, допустим, гель для душа еще с таким же запахом. Это тоже очень неплохой подарок. В общем, экспериментируйте. На этом мое короткое видео подошло к концу. Надеюсь, что мне удалось вас хотя бы чуть-чуть вдохновить. Я сейчас как Диана Шуругина показала на донышке. И, возможно, вы услышали что-то новое, что-то интересное для себя. Если вам понравилось это видео, я буду очень рада вашему лайку. И также не забудьте подписаться на мой канал. Я вас всех очень-очень сильно люблю. И совсем скоро увидимся вновь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok